Дорогие друзья, всем доброго дня. Продолжаем нашу конференцию. Пожалуйста, пометьте, как меня слышно. Да, вижу, что слышно. Замечательно. Значит, продолжаем. Сегодня очень хорошие новости. Первую новость вы видите на ваших экранах. Это 8 156 000 плюс уже установок у нас зафиксировано в наших двух маркетах. Мы идем к своей большой такой цели, важной 10 миллионов. Ну и потом ставим все следующие цели. Дальше идем, естественно, к ней. Это первое. Ну и второе. Хотел показать вам очень такую карту, которая, знаете, даже нас самих удивила, когда мы попросили сделать наших сотрудников. Помните, мы все время говорили, что у нас есть пользователи, клиенты в 60 странах. И мы об этом что-то говорили год, и два, и три. Тут я задумывался и говорю, давай посмотрим, сколько у нас сейчас стран. И вы знаете, на удивление, на всеобщее, да, 153 страны в таком количестве стран у нас пользователей. Обратите внимание на эту карту. Можно сейчас пока дальше полистать. Если не ошибаюсь, количество стран в мире где-то находится в районе цифры 220. Не помню точно 220, 215. Здесь на следующих трех слайдах идут те страны. Я не собираюсь их зачитывать, не переживайте. И знаете, конечно, их очень неудобно этим списком пользоваться, потому что он такой совершенно вперемешку с разных континентов. Поэтому я попросил сделать в следующей нашей конференции эти страны по континентам. Посмотрим Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку. Тогда будет это интереснее читать, интереснее рассматривать. Ну и хотел еще раз вернуться к началу, опять к моему выступлению, к этому ролику. Кто-то посмотрел его первый раз, кто-то второй, кто-то третий раз. Я уверен, что всем вам этот ролик понравился. Видно, насколько серьезно мы подходим сейчас к новому дизайну, к так называемой айдентике. И мы специально этот ролик не выкладываем, потому что дожидаемся, пока вот эти вот новые наши вот и немножко измененный цвет и особенный логотип. Вы видите, шрифт изменился у нас. Ждем, пока это будет все внесено на регистрацию торговых марок. У нас очень большие планы по регистрации торговых марок. Первое, мы регистрируем, естественно, мы обязаны зарегистрировать эту торговую нашу марку на Мальте, там, где у нас регистрация основной компании. И дальше, согласно, ну это обычно занимает срок от трех до четырех месяцев. И далее есть такое понятие в этих вот, в сфере торговых знаков, есть такое понятие, как мадридское соглашение. После того, как знак зарегистрирован в той или иной стране, можно по мадридскому протоколу сделать, зарегистрировать также этот знак. И тогда он будет приниматься и не будет нарушаться в двухстах десяти странах мира. И это вот как раз, скорее всего, все те страны, которые есть, которые к нему подключились. Ну, по крайней мере, если это будет нарушаться, мы имеем полное право судиться с этими странами, с этими какими-то компаниями. Из этих стран по поводу самого знака, по поводу цвета, по поводу шрифтов, ну и всего того, что мы зафиксируем. Предыдущий торговый знак у нас, естественно, тоже зафиксирован, но, как видите, он сильно изменился. Поэтому мы продолжим уже вот с этим красивым знаком и с красивыми новыми шрифтами, новым цветом. Так, двигаемся дальше. У нас сегодня также очень хорошие новости, несмотря на то, что вот эти вот праздничные дни. У кого-то было праздничное весеннее настроение, кто-то ездил на шашлыки, в отпуск гулял. Вот, кто-то очень упорно работал. Посмотрите, доходы более тысячи евро за последнюю неделю из сорока двух партнеров из двенадцати стран. Две тысячи евро двадцать три партнера из восьми стран. Три тысячи семнадцать партнеров из восьми стран. Также четыре тысячи одиннадцать партнеров из шести стран. Шесть тысяч шесть партнеров из пяти стран. И, наконец, более тринадцати тысяч четыре партнера из четырех разных стран. И очень приятно поздравить наших партнеров. Не скажу, из какой они страны, но они есть. Они эти средства получили. Вернее, этот партнер средства эти получил за прошлую неделю. Двадцать девять тысяч триста евро. Насколько я понимаю, это наш рекорд. Мы говорили про рекорд двадцать пять, потом двадцать шесть тысяч евро за одну неделю. И сейчас двадцать девять триста. Пока фиксируем этот рекорд. Но я уверен, что это один из рекордов, одна из ступенек к следующим. И к следующим рекордам вы видите, насколько активно мы развиваемся. Какие у нас большие планы по нашему развитию. Так, ну и теперь несколько объявлений. Несколько также, включая объявления по промоушенам. Первое, мы объявляли об этом, наверняка вы читали. Но еще раз довожу до вашего сведения. Поскольку мы восьмого мая закончили регистрацию, закончили продажу последней акции или последних акций. Весь день восьмого мая шел очень хороший товароборот. Акции скупались как горячие пирожки, как и в предыдущие дни. Восьмого мая вечером закончились. И мы, как и говорили, в течение двух следующих недель, то есть до 23 мая включительно, принимаем все документы от тех партнеров, которые, ну в общем-то, все, кто раньше покупал и недавно уже отдали документы, от тех всех партнеров, которые вновь купили эти акции. Это, скорее всего, наши новички. Старички уже, как я сказал, все внесены в реестр акционеров. И, соответственно, будем принимать и будем работать с ними до тех пор, пока все документы не будут, соответственно, ну, надлежащим образом поданы. 23 мая там у нас как раз осталось 3700 непроверенных комплектов документов, но это нашей команде работает максимум на две недели. Так что я уверен, что до конца мая мы уже полностью закроем этот реестр, ну, по крайней мере, подадим регулирующей организации списки на проверку о том, что мы реестр закрываем. Это большое радостное событие у нас. Документы, которые мы принимали от партнеров практически год, подарочные, мы также, мы процесс уже, соответственно, 9 мая завершили. Ну и просим вас просто предоставить, поспешить с подачи документов, потому что уже начинается работа следующей кампании. Об этом я сейчас подробнее расскажу. Значит, ну, во-первых, я хотел сказать, что вот, как вы видели на схеме, которую показывал Валерий Николаевич, работа компании Market Space Custodian Services будет в огромной степени аналогична работе компании Gem4Me Custodian Services. То есть потребуется такой же точно пакет документов, и в ближайшие дни мы откроем отдельно, естественно, поскольку это разные компании, несмотря на то, что это регистратор, название компании похоже, и юрисдикция компаний одинакова, они находятся на Маршальских островах. Тем не менее, это абсолютно разные юридические лица с разными руководителями, с разными директорами, и поэтому в этих компаниях необходимо будет пройти, необходимо будет пройти также верификацию на внесение в реестр акционеров. Обращаю ваше внимание, документы нужны точно такие же, точно так же нужно будет заполнить адкету, также подать документы, особенно учитывая, что часть документов, конечно же, устарела, но еще раз повторю, это новая компания, отдельная компания, и в данном случае вот реестр акционеров будет вести уже не сотрудники компании, вернее, которые проводили всю основную работу по проверке документов, это будет вести сторонняя организация, и поэтому стоимость также, она будет платной, тут мы ничего, к сожалению, не смогли сделать, вот, значит, будет одноразовая плата только для внесения, то есть только для рассмотрения документов, это не будет при каждой покупке пакета акций или при каждом получении вами спонсорских акций, это будет совершенно единоразовая оплата за единоразовое внесение в реестр акционеров, после этого количество акций в вашем портфеле может как угодно увеличиваться, оплата это будет один раз, можно будет ее легко и просто сделать из кабинета акционеров. И по поводу крымчан, по поводу крымчан у нас тоже вопрос находится в завершающей стадии решения, мы нашли решение, об этом мы отдельно доведем до наших именно крымских партнеров. Значит, далее, далее, следующее объявление, очень важное, очень много вопросов задается по коэффициенту корпоративной активности, вы знаете, что мы ввели ее в прошлом году для вот той самой компании Gem4Me, Custodian Services, вот, и коэффициент устанавливался на уровне от 0.25, это для владельцев паков ГО 0.5, 0.75, КК1, соответственно, это владелец Пака Инвест, и дальше можно было увеличить его до коэффициента 5 за счет собственной покупки Пака Инвест или за счет продажи соответствующего одного Пака Инвест, и, соответственно, коэффициент 5 был максимальный в этой компании Gem4Me, несмотря на то количество инвестов, купленных или проданных, все равно он был максимальный, и хочу вам зафиксировать тот момент, что коэффициент вот ККа, он для компании Gem4Me, поскольку там акции закончились, ничего там больше не происходит, он зафиксирован по состоянию на вечер 8 или там утро 9 мая, и больше он, соответственно, никак не изменяется, потому что он не может измениться, потому что не происходит ни продажи, ни покупки акций, поэтому коэффициент больше не изменяется. В то же время, значит, мы плавно, плавно, как вот эти праздничные дни 8-9 мая перешли на продажу акций MarketSpace, сегодня по такой схеме, завтра это будет через токены, где коэффициент ККа увеличивается до 10, и, соответственно, это будет свой отсчет этого коэффициента, и те партнеры, которые вновь, начиная с 9 мая, приходят и еще придут, они начнут прохождение этого пути по росту коэффициентов сначала, то есть начиная с ККа 0.25, 0.5, 1, 2 и так далее, до 10 это возможно. А в то же время, когда те партнеры, которые принимали участие в инвестировании или в привлечении инвестирования в компании Gem4Me, Custodian Services, они у них в компании MarketSpace, у них фиксируется этот коэффициент таким, который им был, и они продолжают его увеличивать. То есть те, у кого был, соответственно, допустим, 1, они могут увеличить его до 10, у кого был 5, могут увеличить так до 10, у кого был там 0.25, также на любой уровень, согласно вашему желанию, вашему стремлению, вы можете его увеличить. Так что кто-то пишет, что уже ККа 7 скоро, вот, спасибо за ККа 10. Вот, так что все продолжается, интересы, в общем-то, еще больше. Понятно, что уровень доходности владельцев, инвесторов, которые владеют коэффициентом 10 или 8 или 9 выше, чем у тех, кто владел коэффициентом 5 или 4 или 0.25, поэтому здесь есть такая хорошая, серьезная возможность для продолжения, для мотивации собственной и для мотивации тех партнеров, которые сегодня к нам приходят. Вот это вот вам такая вот табличка для того, чтобы могли продолжать работу. Ну и еще одно небольшое объявление по поводу агентского договора, который у нас появился, это касается, пока еще касается компании Gem4Me Custodian Services. Вот этот агентский договор, он нужен, вообще говоря, ну далеко не всем, он нужен чаще всего тем, кому нужно показать свои отчеты, показать перед налоговыми инспекциями по поводу тех денег, средств, которые они получают от работы. Так вот, если вот он нужен, можно будет его скачать такой уже персонифицированный с подписью директора компании договор в кабинете акционера и, соответственно, как это правильно слово подобрать, соответственно, оприходовать, что ли, да, или правильно зафиксировать те средства, которые поступали в качестве дохода в 2018 и 2019 году. Ну и, соответственно, в компании Market Space Custodian Services мы сделаем то же самое, уже будет аналогичный, поскольку у компании в одной юрисдикции будет аналогичный договор, который также можно будет распечатать, ну и сотрудники службы поддержки ответят вам по всем деталям вот этого договора, который необходимо сделать. Это в кабинете акционера, это на сайте, соответственно, gem4meinvestmentsplc.eu. Значит, это объявление по поводу агентского договора. Ну и, наконец, о промоушенах, вы знаете, у нас шли любимые промоушены, и вот, наконец, промоушен, который достаточно долго шел за два пакета акций, за одно действие, пока у нас еще были акции двух компаний, мы его продолжали, начиная со ста-процентного пакета акций и, наконец, закончили 50% и, как и объявили, 13 мая мы этот промоушен завершаем, то есть сегодня последний день, когда можно получить плюс 50% к покупаемым акциям и, соответственно, значительно увеличить завтрашнего дня. Этот промоушен уже прекращает, завершает свое успешное продвижение. Но есть и хорошая новость, промоушен двойное ускорение. Мы, в связи с тем, что у нас проблемы были с оплатами в эти праздничные дни, продолжаем до 19 мая, то есть еще 7 дней, можно промоушен использовать и получать цены на покупаемые паки на 10% ниже их номинальной цены, при том, что личное командное вознаграждение остается без изменений. Поэтому, друзья, можно и нужно использовать эти возможности для увеличения своего пакета уже акциями новой компании и дальше двигаемся с вами. Я уверен, что мы будем вас все это наступающий, вот мая, потом наступающее вето радовать большими новостями по нашему с вами совместному, огромному вот этому продукту, который мы называем Gem4Me Market Space или Messenger с Marketplace. Спасибо вам большое, друзья, за внимание. Передаю слово члену Совета директоров Наталье Борисовне Аршавской.